Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 13 серия прохождения Обливиона. В прошлой серии мы забрали последнюю книгу культистов, и сейчас учёный из Университета Волшебства продолжает разгадывать загадку, для того, чтобы все четыре тома объединить, там можно разгадать и узнать, где их тайные места. Мы тем временем набрели на Орден благих намерений, не помню, как он называется. Он занимается, собственно говоря, тем, что борется с вампирами в имперском городе, и они нас попросили разобраться с одним из вампиров. Ну, пойдёмте, поможем им этим сделать. Орден добродетельной крови, вот как он называется, находится здесь же, в храмовом районе. Сейчас быстренько добежим. Вроде как один из жителей имперского города является вампиром. Мы должны его выследить и убить, помочь этому ордену. Я рад, что ты теперь в наших рядах. Больше ты ничем не рад? Так, он где-то тут прямо рядом живёт. Быстренько добежим. Я не понимаю, вот он. Маркер смещается, вижу. Этот маркер, смотри, где дороже. О, так и вот, я говорю, прямо около него. У него, скорее всего, закрыто, да. Средний замок. Мы можем к нему как-то попасть по-другому, мне кажется. Мы... Вот. Это же его дом. Этот не его дом. Чалька. А вот. А ежели вот так. А, тут никак не помню. Средний замок. Ну, это взламывать прям средь бела дня на устраже на глазах. Это всё, это сразу преступник. Сложный. Кантаса Варриана. Но это не его, вот его дом. Роланд. Средний замок, это, в принципе, несложно так-то. К автопопытке, пожалуйста, я не хочу. А мне всего 4 отмыточки. Ну, ладно, 1 отмычка оспал. Я не хочу, я не люблю эти замки сломать взломать. Я в доме Роланда Дженсерика. Мне нужно обыскать его жилище и попытаться найти что-нибудь, что могу подсказать, где он находится сейчас. Так. Сложнее, нет. Объявление. Если вам нужна защита, купите доспехи. Ну, понятно. Так, список товаров. Яблоки, луковицы, сало, сыр и молоко. Не похож он на вампира. Вампирует всё не нужно. Так, любовное письмо Рельфины. В доме Дженсерика нашли письмо, написанное подругой Роланда. Там говорится о некой хижине, в которой он предполагал встретиться. Хижин находится в великом лесу к востоку от имперского города. Мне нужно немедленно отправиться туда, пока Ролан не успел сбежать. Милый Ролан. Жду, не дождусь твоего возвращения из Бравила. Сердце трепещет от радости, когда я думаю, что вот-вот мы будем с тобой вместе. Идя спать, я с тоской гляжу на подушку, где должна была... Была бы лежать твоя голова. Как это страшно звучит. Мне так тебя не хватает. Как бы мне хотелось поехать вместе с тобой, но я понимаю, что времена сейчас трудны, и я могла бы для тебя быть лишь обузой в пути. И когда ты вернешься, возможно, нам следовало бы покинуть суету имперского города и вернуться в нашу лесную хижину. Ту, о которой ты как-то сказал, что навсегда будет для нас безопасным пристанищем. Ту, где ты обнимал меня и пел мне песни о прилунном свете и счастливой любви. Ту, где произнес, я люблю тебя. Спеши же, любовь моя. Дельфина. Дельфина, любовь моя. Спеши, ну прям какая-то это... Подожди. Отмычка. Все? Если это ловушка... Ну да, у меня хоть-то простой. Ой. Вот попытка сработала. Ебатмычек, надо закупить. Отмычка. Так. Кавалка-то я съем. Можно, это я открывать не буду. Стой! Преступное отродье. Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Я конфискую все, что украдено. А я ничего и не воровал. Плати штраф или отправляйся в риму. А я ничего и не воровал, яблок только. Ладно. Такое. Процедура такова. Идем в замок. Сначала мы обыскиваем тебя. Конфискуем все украденное. Затем ты платишь штраф. И мы отпускаем тебя. Ну, мы узнали, что он прячется в хижине. Где-то в великом лесу к востоку от имперского города. Много у меня денег собрали? У меня вообще был денег. Сейчас 261 монет. У меня, по-моему, столько и было. Я же все потратился вот на эту дубину. Так, ладно. И где он сейчас оказался? Жена. Еще не открыли эту локацию. Так, и как раз тут у нас свечелище Мефалы. То есть мы можем из Вильверина сюда переплыть быстренько. Так-то Вильверин-то у нас уже открыт. Единственное, что нам надо все продать сейчас. Поэтому давай-ка идем сюда. Так, ну все. Все штрафы мы уплатили. Все мы сделали. У нас теперь не будут охотиться. Так, что у нас вообще из того, что нам нужно продать? Угу. Такие оружки. Давай-ка бежим сюда. Да. Да. И сюда у нас ненормальная репутация. Эм, мы сейчас все это продаем. Я слушаю. Слушай, слушай. Взгляни на мои требования. Наверняка тебя что-нибудь заинтересно. Вот это. А у нас с тобой какая торговля? 59%. А 70? Хорош. А 70? Жадность. Рай разгубила. 5. Ты должна быть шутка. Я понял тебя. Все. Оставляем 71. Как и было. Это больше, чем я. Хорошие. Тебе повезло совершить выгоду. Прекрасно. Пова нам еще пригодится. Мне где-то кто-то писал в комментариях. Где-то есть, короче, форт, где можно найти... На серебряный молот. Где как-то так. С тобой трудно торговать. Где как-то так он называется. Я уважаю твой бизнес. Так, еще кольца продать. Так, это что такое? Повышение обоняния латунной. Вот это мы с вами надели. Остальное нам все надо продать. Но они не так много весят. Еще увидимся. Наверное, да. Где-то мне писали тоже, кстати, недалеко. Вот здесь где-то, по-моему. Давайте мы сейчас туда с Вильверина. Быстренько досюда добежим. Потом отсюда сюда. Заодно здесь проверим форт. И вроде как нормально. У нас как раз такой маршрут на сегодня. Как раз таки и нарисовывается. Мне куда теперь? Мне надо кольца продать. В элегантности кольца нет. Ты подожди, можно? Не помню. Элегантности от всяких костюм. Обычный гражданский. На балл там пойти, навстречу. Приветствую. Здрасте. Здесь ты найдешь только качественные товары. Чем я могу заинтересовать? У нас с тобой какая? 34%? А 40% не хочешь? А? Мы это тоже продаем. И вот это тоже все продаем. Все, что у тебя тут интересного? У тебя ничего нету. Одно удовольствие. Прощай. Прощай. Так, молоток. Чиница. Мне еще сказали, из-за того, что я зачаровал булаву, она теперь может бить призраков. Но она бить призраков может ведь только тем уроном, который у нее огненный. А огненный урон у нее всего пятерка. А 5 единиц бить призрака, это с ума сойдешь. Так, здесь нам что надо? Нет, нам надо качать количество ман, у нас очень мало. У нас 102 всего. Так-то получается здесь все. Давай тогда быстренько прыгаем в Эльверин, он у нас открыт. Там переплывем, прям на восток, в пичушку. И быстренько до этой фермы. О, это как Матильда. Слушай, Матильда. Так, а нам, вон там какой-то форт. О, опять бандиты появились. Не хочу с ними связываться. От них че, ну, не упадет, а время мы потратим много. О, эти фиговины. Во, форт, подожди. Может, это как раз тот форт, про который мне и говорили? Может, и нет. Давай проверим. Там всякий, как говорится, пожарный. Мне говорят, что где-то в этом районе есть форт, и там можно найти... Какая трава густая. И там можно найти этот... Серебряный молот. Что-то здесь никого нет. Это вообще не то, подожди, это шахта. Че хрен-то, ничего. Бобли какие-то. Ех, ех. Так, волчара. Форт-то вот он, он подальше. А нет, форт Чалман. А где вход у него? Так, форт Чалман. Хорош. Кто? Ага. Так, этот форт, да? Костная мука. Костная мука мы возьмем, Железный Локон. Один тут был, да? Вон еще дверь. Так, это не дверь. Это что-то, может быть, какой-нибудь тайничок. Так, ну форт я нашел. Может быть, это он. Я не помню, как он называется. Но мне прям написали, что в каком-то форте на этой дороге можно найти кребленный кувшин и молот. Ой-ой-ой, а что так много здоровья тратишь? Так, подожди, четыре, пять, шесть. А вообще прыгать здесь очень опасно с высоты. Ладно, пойдемте внутрь форта. Заодно проверим, если там будут призраки. Может ли наше оружие им нормальную урону наносить. Давайте сохранимся. Порт Чалман. Ой, ничего не вижу. А почему у меня, подожди. Так, это я взял факел. А почему у меня на цифре три никого нет? А, есть, все правильно. Так, погнали. А я слышу скелетов обычно. Причем бой уже идет, но никого рядом нет. Ой, даже не скелет. Кто? Хаул какой-то. Это гоблин, который... Нежить? О, блин, нежить, что это? Ой, зачем? Все кнопки перепутал. На пять. Хилиться на пять. Ну ладно, пока нежить, обычный нежить, это ладно. Это не страшно. Обычный нежить, это не страшно. Единственное, что я уже запутался, куда я шел, куда я не шел. Ой, ой-ой-ой-ой. Как я успел пробежать. Вы меня эти фиговины сейчас ушат. Тали. Так, вот и призрак. Хорошо. Проверяем. Гипотезу. Ага, хорош. Это плазмус. Теперь мы можем бить призраков. Отлично. Я очень сильно рад этому. Событию. Так, в этих надгробиях нихера нету. Идем вперед. Хотя вот ни черта не вижу теперь без факела. Фигуя, она не освещает. Она светится, но не освещает. Так, это дверь. Скелет обычный. Скелет проблем не принесет. Сюда. С щитом два раза. Так, хорош. Серебряная булава. Та-та-та-та-ра-ра-ри-ра. Серебряная булава. Спасибо за подсказочку, товарищи, в чате. Какие в чате написали? В чате, а в комментариях под видео. Так, у меня факел сгорел. Все новый. На циферку... Так, серебряный... У-у-у. Позвольте. А нет, так она круче нашей-то? Ну да. Получается, ты у меня на циферку два теперь идешь. Ляка. Ну прям красавчик. Серебряная булава. Теперь мы можем и обычной булавой бить призраком. То есть, и всякую нежить. Ой, у нас же квест на вампира взят. Скорее всего, в этой хижине мы увидим вампира. Придется с ним сражаться. Он зараза нас заразит... ...вампиризмом. Потом мы будем от него лечиться полчаса. Не полчаса, а очень сложно, на самом деле, вылечиться от вампиризма. Так, простой. Две отмычки. Попытка. Ладно, не повезло. Не повезло. Так, ладно, но это еще не все. А там еще был проход. Мы когда спустились с лестницы, мы пошли по одному, а там еще в другую сторону. Может быть, это, конечно, все зацикливается. Может быть, это все зацикливается. Вот, мы пошли сюда, вот тут еще. Я уже запутался. Так, ну ладно, все, отлично. Серебряный балаву мы нашли. Мы... Так, я пропустил. А потому что я здесь бежал без этого, без факела. Так, вот эти фиговины. Тут меня не убили. Я смотрел. Вот, мы пошли сюда, вот туда еще. Тут крыска. Крыска нам не страшна. Так, мы тут пробежали. А, тут просто закуточек. Какой раз у меня отмычек. Нет отмычек, ладно. Тогда этот форт все. Здесь был только 2-3 скелета и призрак один. И вот нежить, гоблин, нежить. Раз такого. Первый раз вижу не гоблин, который как нежить. Все, тогда быстренько бежим сейчас на эту ферму сраную, а боссу. Где этот вампир прячется. Так, Матильду бы еще найти. Где я ее остановил, я не помню. Так, я прибежал отсюда. Здесь я бежал по... Так, 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 так. Мимо статуй. Здесь я попрыгнул. Ой, ворота. Врата в леве, но открылись. Вон, Матильдзе. Бляха-муха, но у меня... У меня сделки-то есть, нет? Ну так-то есть. Давай попробуем. Там сундук, но у меня отмычек нет. Ну, в чем вся проблемка. Так, весы, ну ладно, продадим. Так, Матильда... Нет, давай потом с вратами Обливиона пеем, куда они денутся. А вот вампир может сбежать, как нам написали. Побежали. Ну давай, забирайся. Какие тут резкие эти перепады. В гору, с горы, вниз, наверх. Так, я бегу прям по маркеру, прям на ферму. Так, стой здесь. Берем сразу большую палочку, потому что сейчас день, все видно. Так. Я у хижины Роланда. Нужно войти внутрь и узнать, здесь ли он. Мне нужно быть настороже. Середур предупредил меня о том, что вампиры могут быть очень опасны. Так, ну дверь открыта. Уходи. Я знаю, зачем ты пришел. Оставь меня в покое. Вампиры? Почему ты спрашиваешь меня об этих грязных тварях? Потому что ты вампир. Этот ублюдок. Середур смеет обвинять меня в том, что я вампир? Меня! Да это он вампир. Чего? Я не верю ему. Я знал, что он попытается обвинить во всем этом меня. Если бы я только мог добраться до него. Так, давай-ка все рассказывай. Прошу извинить меня. Я долго прятался в этой хижине и позабыл о приличиях. Попробуй меня понять. Я любил ее. Я бы никогда не причинил ей зла. Я любил Релфину больше жизни. Впервые мне кто-то так нравился. И тогда я увидел Середура, пожирающего ее своими похотливыми глазами. Когда она начала выходить в сад по ночам, я стал подозрительным. Я не хотел потерять ее. Я должен был доверять ей. Ох, Релфина. И что произошло? Я должен рассказать об этом хоть кому-нибудь. Той ночью я решил пойти за Релфиной. Я хотел узнать, куда она ходит по ночам. Когда она остановилась в саду, и из тени вышел Середур, мое сердце сжалось. Затем неожиданно он набросился на нее. Она, казалось, впала в состояние транса, когда он обвил вокруг нее руки и погрузил зубы в ее шею. Я выскочил из своего укрытия и бросился к Середуру. Видно, я захватил его врасплох. Он отшвырнул Релфину в сторону. Она упала на землю, и я услышал противный хруст, когда ее голова ударилась о камень. Середур оказался сильнее меня. Он свалил меня одним быстрым ударом. Когда я терял сознание, я увидел, как он рассмеялся, а затем исчез. Теперь я знаю, почему он не прикончил меня тогда, той ночью. Он хотел, чтобы все подозрения пали на меня. Он то же самое говорил, но против тебя. Кто из вас врет, кто меня обманывает. Ну ты не похож на вампира так-то вроде как. Почему ты никому ничего не рассказал? Я запаниковал. К тому времени, как я очнулся, ее тело исчезло. Я знал, что Середур считается уважаемым членом общества. Мне бы никто не поверил, что он вампир. Я сбежал сюда, в эту хижину, чтобы собраться с мыслями. Думаю, тебе нужно принять решение. Ты собираешься убить меня? Да пока нет. Спасибо. Я рад, что ты даешь мне шанс все объяснить. Надо разобраться с Середуром и с тобой. Кто меня наебывает, а кто правду говорит. Я знаю о Середуре и его тайном ордене. Лучший способ замаскироваться для вампира это притвориться, что он сам охотится. Это да. Возможно, тебе стоит поговорить с Финтиасом из книжного магазина Первое издание, что в торговом районе. Я знаю, Середур иногда заглядывал туда. Сомневаюсь, что он говорил Гелену и Серой Глотке хоть что-нибудь. Но ты все равно можешь попробовать расспросить их. Как ты знаешь, вампиры не выносят солнечного света. Готов заключить пари, что никто никогда не видел Середура на улице днем. Ко мне подбежала его жена. Попросилась попросить с ним поговорить. Он сам не пришел. Он находился в подвале своего дома, где мы разговаривали. Интересно. Но тебя я тоже не видел на улице днем. Остерегайся, Середура. Пойдем, выйдем. Значительно хитрее, чем кажется. Середур. Значительно сильнее, чем каждый. Я тут песню в Ильянбуре. Ты не дурить. Темнейшая тьма. Моровинди верующие колдуны призывайте меньшим дайдером использовать. У тебя книжки такие не похожи на человека. Кто же из вас вампир-то? Я выясню. Я выясню. Я убью обоих, если надо. Так, ладно. Поговорить с этим вампирским изданием. Ну, давай, поговорим. Я поговорю. Мне проблем это не стоит. Я выясню, кто из вас наебщик. Что думать? Ну, дурачка напали. Он не похож на вампира-то был. Неужели уже все закрылось? Неужели я не успел? Пять минут еще есть. Может быть, успею, 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 пять, 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 пять минут. пять минут. Спел? Спел. Так. Что ты хочешь? Мне сказали с тобой поговорить насчет Тух, сколько тут. Передура. Мне не хотелось бы обсуждать моих клиентов с незнакомыми людьми. А? Слушаю. Блях. муха. Какой разумный подарок. Больше 60. Теперь мы с тобой знакомые люди. Середур? Он заходит сюда время от времени. Обычно, когда делает покупки. Он всегда ходит с большой походной сумкой, полный продукт. А днем он приходил, нет? У меня он иногда покупает книги. Я спрашивал его как-то об этой сумке, и он ответил, что часто отлучается из города по делам. Мне кажется, в разговоре с другим моим покупателям он как-то упоминал мемориальную пещеру, но со мной он никогда об этом не говорил. Пещера. Пещера тоже ближе к вампиру, чем хижина. Да, это недалеко от имперского города. Я слышал там захоронены многие герои прошлых войск. Вроде подземного кладбища. понял. Я могу предположить, что у Середура там похоронен какой-то родич. Последнее время мало кто осмеливается ходить туда. Дорога стала опасной. Родичи. Но Середуру очень упрямый. Это сделает честь любому человеку рисковать своей жизнью, чтобы почтить память. Конечно, как брат он ходит. Уважаю его за это. Все, я понял. Приметил эту пещеру в старом атласе, валявшемся среди моих книг. Давай я отмечу ее на твоей гадре. Давай. Спасибо. Спасибо. Приятно. Ну вот она. Мемориальная пещера. Все, я понял. Смертные, похоронены, могилы. Он вампир. Мне откуда бежать получается? Опять из... Ну да, получается надо или отсюда можно. отсюда. Сразу тут реку проплывать тут переплывать не надо. Вот и Середур. Вот это да. Прикинулся членом собственно говоря гильдии бойцов против вампиров, а сам является вампиром. Петр Митрец, молодец, красавчик. Я ничего не вижу. Так, ладно, я ничего не вижу. Ночью путешествовать это еще в такую погоду неохотно. Давайте-ка мы переждем в хижине. Ночь. Я думаю, он не будет против. Ну какой в смысле сложный. Я только что тут был у него. У него две двери было. Подожди. твою мать. мы короче у него внутри ждем. Прямо рано-рано утром пойдем. Пять утра. Прямо рано-рано утром. как раз вампир на рассвете пойдет ложиться. Как говоря, где Матильду оставил. Пойдет спать, ложиться, мы его в этот момент поймаем. Самый-самый рассвет. Солнце еще не появилось. Как раз все вампиры стремятся в свое убежище. Я хамухал. Хандит. Бей его, Матильда. Это она вообще. Мой Матильда, извини. Извини, Матильда, извини, 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 извини. Пожалуйста, извини. Случайно и нечаянно. Боль большая палка и как я не совладаю. 27-35 смысл нет. Вот это возьмем, вот это возьмем, вот это возьмем. Извини, Матильдушка, извини, моя красавица, я случайно. Красавица ты моя, да. Так. Красота. Можно вот так просто, просто, просто гулять по этой игре. Просто гулять. Там, кстати, вон развалины. ворота обливину открылись. Для хамуха. Кирский город. Это музыка. Да. ничего, мы позакрываем эти ворота. Блин. Вот только я немножко еще прокачаюсь, хотя бы уровень еще возьму. или эти руины. Ранки от Матильды. Что вы все ее бьете? Так, а это Алицкие руины в смысле. О, эти стражники. Имперский. Ира там паукан. просто эти не вон там паукан огромный. Он почему-то не трогает стражника. а там паучишка. Это имперский леон тут как бы чудовище, нет? Вам похрену? О, давай! А, он говно. Ты думаешь, я под впечатлением, а ты думаешь, я под впечатлением. Опа, что за пещера? Она как раз нам и нужна, да? А, нет, вот эта другая. Тут и форт рядом разрушенный. Найдена пещера, неистощаемый источник. Так, это кто? Волк? Вот или леса? Это леса, она безопасна. Так, мы нашли новую пещеру. Я пока сейчас в нее не пойду, потому что мы сейчас потратим все зелки, а нам сделки нужны, потому что мы сейчас идем биться с вампирами, если он в этой пещере собственно говоря находится. Я правильно сделал, не пошел ночью. Кто ночью к вампирам хоть, полный дегенерат. К вампирам надо ходить днем, когда они уязвимы. Хотя они там в пещере, солнечного света там нету. Вот еще руина форта. Найден форт магия. магия так может. А, он есть с ходом. Блях, ну, сколько локаций. Прицеп. Лазить, не перелазить. Какие же раньше игры делали, Красота. Кто? Кто посмел напасть? краб. Вроде угрозы-то никакой, а замучает. Да, мемориал. Ну что? Сейчас проверим, кто из них вампир, а кто не вампир. Солнце, рассвет. Солнце встает из-за гор. Лучи пробиваются. Красота. Еще бы знать, как интерфейс отключать. Прямо лучи такие красивые. Кажется, ну и тут не будет такое видно, но я прям заворожен, скажем так, как они сквозь листву проходят. Красота. Красота. Просто можно любоваться. Отключить игру и любоваться. Мне дало справить минеральную пещеру, обнаружить там логов вампиров. Мне нужно изыскать иридур и разоблачить его. О, чувак, вампир, это все. Пока бы не заразиться вампиризма чё не вижу а вампиры значит они факела наверно вряд ли будут расставлять все в убежище логово вампиров значит он тут не один я сохранюсь пир опасные ребята это гоблин нежить скорее всего когда вампиры захватывали эту пещеру тут жили гобли тут жили гоблины и они их превратили в нежить подобие вампир так как гоблины скорее всего не могут вампиризмом болеть люди их вот такую вот нежить так он выбежал отсюда ага вижу на вода это вампир он стоит там большая так нет там еще вампиры так там короче ходят вампиры идем отсюда откуда прибежал это нежить ничего не вижу вот так так я хотя бы что-то вижу так волк у меня уровень поднялся но мне негде поспать так но волки мы знаем волки любят прислужить вампирам ахаму как у хрен факела стали так быстро сгорать покелов тут сука нас скотина нечисть поганая вампирское отродье ненавижу вампиров в льдёте кто-то ненавидит пауков кто-то ненавидит там гоблинов там скелетов я сука просто терпеть не могу вампир в этой игре тридцать семнадцать каждой дни в два раза я возьму папира я 925 возьму это брать не буду чем я не заразился собака болезнь кхаур февор порфириновая гемофилия вроде вампиризма нет гемофилия и какая-то какая-то болезнь так вампира вижу и призрака просто охереть куда я попал куда я попал тут еще темно без факела не побегаешь тут двое было они двое есть вон одна стоит вон второй блин двое здесь хотя бы один вампир и призрак призрак не так страшен как два вампира идем сюда значит нет что-то я передумал там еще по матранах огненный у них стоит или что-то такое там огнем пылает если все подобрал да огнем пылает пышет дышит так чем не убирает факелки попробуем ушатать ничего не вижу посмотрите-ка кто к нам пожар один есть я перегружен они на меня что-то бафнули ебаный в рот сука что-то выкидывает на остальной щит 95 монет весь ты за спойду и сюда почему так ну эти ладно вампир маг кинжал искр берем так где это сраная почему меняют пакет не достает я же на единичку назначил так ассасин кто вампир у меня отмычку и я уж ох ты гробы их эти сраные блядские блять там зомби зомби ладно вот она так берем бронзовый меч 12 к 40 когда будет перегруз у отмычки кстати то есть к одному ну можно 6 к одному когда будет перегруз если я возьму так где тут сундук то так я пришел зомби так зомби ушатали плот 10 в 2 где сундук то который я говорю у меня отмычек нет так ну вампиры маги слабы это мы поняли вот он а вот всякие рыцари и ассасины они сильные ах ты отмычки золотишко золотишко я оттуда пришел да я пришел оттуда и иду сюда но где зомби бежит так ладно зомби не страшен я сохранюсь так ритуалы вампирские так там кто-то стоит или это свечи это свечи светильник так это светильник скелет мертвый так рабы в случае потроха зачем я эту кость подобрал на нахер никому не нужна прикинь прикинь килограмм так ну это просто гробы так так значит нам надо идти туда где там стояла призрак с вампиром комнату уже больше проходов это очень похоже на дверь кажется нет ну значит нету тут вроде все я исследовал гнали погнали тогда с той комнаты разбираться так эта штука на 30 секунд настолько вешает вещь полезно там по моему что-то огненное заработать так что-то огненное стояло что я забоялся только идти здесь у нас напали волки и крысы вон кто это и и и да ты побежала тима а мумия английский так тихо 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 надо ведьму завалить она всех придет призывает какого хрена я до нее не достаю ну где она заебешь бегать стой хорош мы шли туча оси вы не сделки все хана мандец почему я перегружена почему я все время перегружена как не затрахал это перегруживание так чё это такое а это просто горящий труп как рабы где самый главный то у них где этот кого я ищу обманул меня появляется вампиром а на самом деле типа борется с вампирами окно здесь нет ни хер тут эта ведьма сраной жила всякие ритуалы проводила полно всякой нечисти поназывал которым я чуть не убил мумию зараза мумия меня напала мумия но бы мог подумать я тут встречу мумию вас недостаточно магии так вы это за комнат в этой комнате раз по три прохода вижу волка чем ты подбираешь сраную кость но зачем ты подбираешь эту ерунду я и так перегружен вычка так ладно там был волк там куда мы пришли вот еще дорога так но это опять просто закуточек блуза с поясом ножницы с тарелкой где самый главный этот проститут взял обманул меня давай будем бороться против вампир здесь я вал волка видел вот мертвый пленник а вот а такая гаска к я tv труп и жрут фу 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 мужик стоит любом вампир ну что середурус хотя потеряю все те потиля из по сопля пища середур убит мне нужно вернуться хижину роланда и рассказать ему об этом перри дура на ебщик ну на ебщик и против вампиров будем сражаться давайте по помогай нам там к вам пицца в пещеру вампиров создав трупы таскался в мешке сюда 155 на перегруз конечно будет выкинуть выкинуть вино и не выгодно сейчас бахну наоборот даже не выкидывай выкинем 5 килограмм призовой рок и насуса крутую плоть выкинуть внутри килограмма дальность и 9525 ну ты конечно да но все таки я добился правда а так бы я бы убил невинного человека представляешь вот так вот убил бы того мужика и все этот бы остался вампиром вот обманщики вот и верь тут таким вампиром спасибо мужик активно чё нормально и жарко тетку вот а ведь убить мог запросто не поверить бы ему и и убил бы пока полюбом в этом гробу что-то цену но есть какой нарядный у меня всего три отмычки я не откроет замок быстро медленно 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 блять сука иди ты нахуй как я ненавижу блять эти замки ебучие просто блять ненавижу ладно все по любом в этом гробу лежал что-то ценное но у нас отмычка миллион отмычек чтобы из замки открыть так получается все чается мы возвращаемся нам во первых поспать в гробу я спать не буду это точно нам бы поспать поднять уровень подожди а куда понял не-не-не здесь мы убили эту бабу быстрее надо выйти это очень противная пещера очень противный да я реально русская типа тому который этот ты меня обманываешь нихера я убиваюсь и этот был вампир вы торжествовал бы бил считай конкурента который единственный знал что она вампир единственный знал о том что он вампир так быстренько тогда перемещаемся сюда докладываем ему так а чё теперь будет с орденом ему били главаря ты будешь главарем поздравить с победой а надеюсь ты с хорошими новостями да я его убил он мертв слава богам я боялся что никогда не смогу выйти отсюда или что еще хуже что он придет сюда за мной наконец я могу вернуться домой поразмыслив я подумал что орден добродетельной крови должен продолжать свою работу возможно мне стоит поговорить с остальным говори поговори да я думаю орден должен продолжать жить дай мне время чтобы подготовиться а затем встретимся в подвале середура опять в подвале середура ужасные создания надеюсь мы больше никогда не увидим их в имперс ну это значит ты очень хитрый тварь это вампир это хуже всех увидимся в имперском городе давай в имперском гор мне как туда а может у тебя паспана вряд ли так давай тогда вампирский город и продаем все что награбили так 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 мне здесь куда сейчас надо быстренько привет венисия мелисея рассматривает все жалобы на торговца она наверное не она ненавидит свою работу да уж выслушивать жалобы целый день отработка как поживает я слушаю нормально просто продолжать так я тебя сейчас продам возможно тебя заинтересует мои превосходные вот это дальная булава мне уже не нужна серебряная поги щиты кстати надо посмотреть может быть когда спешки кем можно купить хорошие хрустальные шаги повисы окно и все да спасибо пожалуйста еще увидимся 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 так теперь мне надо так сначала добежим до подвала может быть там поспать можно хочу сейчас через город без на арену бы еще заглянуть бой бы провести а где он этот придур что я герой я еще правда хочу другие ворота начать закрывать потому что их счет до хера стала открываться этих вратов в ворота обливиона приветствую ты знал что середур долбоеб я не знал что середур был вампиром кляну теперь я служу роланду пожалуйста прими мои извинения тут главный все вы тут ошибались чем вы только занимаетесь вы между прочим профессионально охотники на вампиров до доспех на дело мозгов не прибавилось пожрать вас тут есть чего простой считается где бутылка выпить хочу и что придумали и у не знал что вампир как так у себя под носом вампирования взглядели же дуреть не встать тоже мне охотники живой охотники за вампира любой дурак может обмануть приветствую тебя друг мой это тут главный я так рад вновь тебя видеть мы много говорили с геленом и серой глоткой они согласны с тем что орден должен продолжать деятельность далее мы бы хотели сделать тебя почетным членом ордена если тебе когда-нибудь понадобится наша помощь мы с радостью сделаем все возможное вдобавок мы бы хотели наградить тебя этим зачарованным кольцом она пригодится в бою давай больше не будем говорить об этом от роде давай ну по крайней мере в нашем мире стало несколькими вампирами меньше они работают но эти твари все еще бродит по сиродил да и хрен вы видишь нибудь из наших книг сможет помочь тебе в деле уничтожения вампиров мы будем только рады и хрена являешься почетным членом нашего ордена если убьешь вампира принеси нам доказательства этого и мы будем рады компенсировать твои расходы я убивал вампирах вампира будет достаточно доказательств у меня есть наш брат вернулся превосходно уничтожен еще один вампир вот твоя награда 250 монет за один прах у нихера тут можно золотиться солнечный свет всегда озаряет твой я понимаю солнечный свет но у меня это как и я порфириновая гемофилия ну чё слепые да брат брат и брат я поражен те против кого мы должны были сражаться оказались среди нас вот так вот боюсь мне больше нечего сказать тебе возможно в одной из наших книг ты найдешь ответы на вопросы которые у тебя остались книги он хороший человек и уважаемый член нашего ордена орден у вас говно чем может наш орден помочь тебе брат он был предателем благодаря тебе орден продолжает жить да здравствует орден помешанные я горжусь что могу называть его братом а чё да и тут не помогали когда он сидел в этой хижине никто ему не помог кроме на меня создать книжки книжки мистицизм жизни рецептима похититель целомудрия искусство по руководству магии конственная кавир в своей культам реле маленькой грубые песни галереон мистик а вот стопа оружие ничего не прокачивать ваш книжки тактик свободных отрядов ладно получается за каждый прах вампира который я сюда принесу они мне шибанут 250 монет мы за эктоплазма ничего не рад видеть тебя ладно 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 давайте тогда мы на сегодня закончим день я добежим давай что-то добежим сейчас а тут нельзя в городе нельзя я хотел это излечиться от отстранной болезни мал kitchen алтарь авто у не ночью поспать подожди у вас нельзя поспать that у меня уровень 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 меня уровень от поспать из открыто ладно бежим мы тогда сейчас бежим 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 сюда можно бесплатно в этом в на арене поспать хочу там больно полу них там один них мешки эти разбросаны прям на полу спишь я хочу как говорится в удобстве у меня деньги есть я почти 2000 монет герой к ватча спать буду на полу нет добрый день скатерть самобранка может быть не самое замечательное место физический трактир снимем комнату нормально то спимся как его и пойдем уже к этой бабе которая должна выяснить все дела приветствую продолжай паш ученые в имперском университете волшебства у меня есть свободная постель очень хорошо да он сказал береги себя я понял только до верху а пропустил не прочитал 1 справа его моя у это все мне ой спасибо сейчас кукурузку соленинкой редиском и картофелем вкуснота сейчас будет сейчас будет ужин века и кто сейчас какое время сутка три часа ой как раз обед смотри кукуруза парковка из глуханкой с хлеба с крабовым мясом солениной картошечкой и все это заполировать редиском с луком и землянички ой нажрались до 2 вас спать-пать а смысл спать мысу спать сейчас ну давай а три часа поспим до 7 вечера как раз успеем добежать до этой штучки так чё мы с вами берем берем выносливость берем интеллект мы берем силу так вот качаем телек я качаю для того чтобы уровень маны а больше был чем он есть то 4 хорош на сегодня тогда все следующей серии я продолжим нас ждет университет волшебства тайна с этими культистами надеюсь тот ученый это нам разгадал мы справились с вампиром нашли себе серебряную собственно вот она серебряную булаву мы вообще красавцы молодцы осталось нам только избавиться от всяких болезней которые мы подцепили в пещер это надо добежать до храма в любом другом городе тоже имперском городе почему-то нельзя в храме молиться и отдать собственно говоря своей почте богам они у нас заметно излечит всем спасибо за просмотр всем спасибо за комментарии всем удачи всем пока спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока Продолжение следует...